Точка-точка, запятая, вышла рожица кривая, ручки, ножки, огуречек, получился человечек. Это известное детское стихотворение, строчки которого наверняка помнит каждый, открыло вернисаж экзаменационных работ точка-точка, запятая воспитанников брестской художки. Готи творческой встречи, да и дело, глядывались на работы, выполненные воспитанниками учебного заведения. Да и как было не рассматривать замысловатые узоры и хитросплетения линий штрихов и пятен, которые самым волшебным образом превращались в сказочных персонажей животных и птиц. Работы все интересные, мне хочется взглядываться, разглядывать, у всех очень интересные идеи, темы. Просто так, может, идеи такие бы и не возникли, если бы они не опирались на эти линии. Ну и, как правило, мы не делаем выставки с экзаменационных работ, но они настолько хорошо получились, что, в общем-то, мы решили, что стоит это сделать. Если внимательно приглядеться к работам, то можно заметить произвольные розовые линии. Основа работы – задания от педагога. Именно от них и отталкивались юные художники, создавая свою неповторимую композицию. В их распоряжении было три часа времени, гелевая ручка, маркер и воображение. Используя этот нехитрый инвентарь, дети дали волю фантазии, плоды которой мог оценить каждый гость вернисажа. По словам директора школы Светланы Вяль, творческая импровизация удалась. Мы считаем, что дети справились, потому что, в принципе, провальных работ практически не было. Даже те дети, которые слабее немножко фантазируют, но все равно вот эта линия, которая у них уже изначально их куда-то вела, она заставляла вокруг линии собирать образ какой-то и линию превращать в какие-то элементы. Выставка экзаменационных работ «Точка-точка-запятая» стала своего рода пособием и одновременно шпаргалкой по изобразительному искусству для тех, кто сегодня учится в художественной школе. Однако, кроме образовательной функции, вернисаж, безусловно, подарил весеннее настроение и позволил гостям на мгновение стать Алисой, гуляющей по стране чудес. Получить аналогичные впечатления может любой желающий до 16 апреля.